Вопросов. У меня такой вопрос. Мы вот сейчас начинаем готовить эти, ну, ваши проповеди из аудиоформата в текстовый формат переделываем. И столько времени, и так тяжело это даётся. Как вы за короткое время тысячи проповедей через магнитофон смогли это всё переписать? Без всяких программ дополнительных. Ну как? Знакомый Баптист был. История такая. Познакомились мы на его свадьбе. Ну, я к ним ходил зиму-то. Обратилась жена его. А у жены три дочери. Вот старшая, Фаст, не Геннадий, а Михаил, его племянник, священник-то. Ну, а она матушка Светлана. И ещё две дочери обратились. И вот Господь же так благословил. Муж у ней, Анатолий Кузьмич, он может что-то делать. Я сказал, вот у меня магнитофон кассетный. И нужно сделать, чтобы я ногой мог, педалью. Ну, я там привязал верёвочку, ногу поставлю и дёрну я по одному предложению. Печатал десяти пальцевым методом. Ну, а так как сон свой укорачивал до двух с половиной часов, это пойми, сколько же я сидел за ними. Ну, вот так и работал. А потом, когда нужно было оцифровывать, вот тут история была. Николай Валентинович Пальгуев, он мастер в этом деле, а Маяк 205. Тут история рассказывать. Работал когда сторожем я, больше мне не давали работать в Советской Азии. Нигде, того района, где я жил. А клад 72 рубля. А магнитофон один стоит 320 рублей. А мне нужно было, когда я писал, 12 магнитофонов. Вот умножь эти цифры-то, что получится-то. Ну, дело в том, что речь идёт о переписке. И вот так переписывал. А раз я уже это знаю где, ну, тогда, может быть, по предложению и больше за раз захватывал. И когда сделал он, вот, цифровать надо было. А кого поставишь? Надо с этой, которая была, перевести вот здесь, цифровой. Значит, нужно было другую аппаратуру ставить-то. И вот у меня было там 12 часов. Я легко выдержал 13, 14. Следующий опять 15, 16. И на этой подряд в дни идут. Я по одному часу наворачиваю, прибавляю. И теперь я в комнате хожу, дойду, где магнитофоны стоят, переписывают-то. До порога и обратно. Вот здесь, где я сижу сейчас. Как раз здесь это было-то. И, наконец, 20 часов в сутки. Потом 21 час в сутки. И, наконец, последний уже в конце, 24 часа. Не садится, ничего. Я вот так хожу, хожу, а сам сплю. Как в войну было, когда идут они ночью, войска перекидывали-то. По сторонам стоят, которые смотрят, а посередке спят и идут, шагают. Вот я остановлюсь, где же я нахожусь. Ага, вот я, дома. А, вот у меня крутятся магнитофоны. Теперь назад, когда смотрю, с Викторием Гуго только могу сказать, как параллит не хватил мою правую руку. Вот так. Если уже за дело браться, значит, надо и было сделано. В цифровое все там стоят на моем сайте Златоуст. 12 томов. 12 томов Жития Святых Дмитрия Ростовского. 5 томов Добротолюбия Григория Дича. Около 50 томов разных. И Архипелаг ГУЛАГ тоже оцифровал. И они у меня там стоят. А там беседы. Еще не обработанных было. Я сейчас могу ошибиться, но где-то, наверное, 12 тысяч наращесов. Огромный еще материал нетронутый, который я раскопал, который прятал везде. А как? Милость Божия, благодать. И вот Златоустом наполнил буквально всю страну. Тут был Гедеон Докукин, он стал митрополитом Ставропольским. Я, говорит, сколько-то, просчитать время нет. А так, говорит, выйду, гуляю и слушаю одновременно. Я, говорит, за Великий пост 3 или 4 тома Златоуста прослушал. Вот как я видел результаты. Ну, естественно, что сила, здоровье все время на работе. Ну, я считаю, это Господь милостью свою так одарил. Ну, а потом уже в конце тут стал кто-то, я не знаю, стихотворение, которое... Вот, посмотрите, 4 тома. 4 тома по 880 страниц. Страниц. А страница это одно стихотворение, 36 строчек. Я от руки писал их, стихотворение-то, во время, когда молюсь, и в это время я говорил, кто не знает, что строка у меня проплывает вот здесь. Там, где-то там. Я на... А рядом лежит тут ручек 5, карандаши, бумага вот А4, которые заряжают нормально это. 500. Это надо 7 пачек одна на другую и еще маленько добавить. Стихотворение сколько. И все записаны карандашом, чтобы дешевле было. 7 пачек по 500 листов. Это надо просто представить, как это. И ни одной помарки нигде нету. Нигде. Я пробовал менять что-то, посмотрел, как у Пушкина, а я кто? Он там зачеркивает другое. У меня никак нельзя. Нельзя слово заменить. Все как будто одновременно вышло, и на этом все. Вот во всем этом я вижу промысел Божий. Он взял самого негодного. Негодный сосуд и наполнил благодатью. Моего там ничего нет. Ни образования нет. Я иногда сейчас считаю свои проповеди. Вот сейчас 123 занятия тематические. Ой-ой-ой. Я как будто первый раз вижу. Стихи читаю. Ой-ой-ой. Там такой бывает тройной подтекст. Экстраполяция из всех событий на сегодняшний день. И конкретно к считающему. Ну, кто считает стихи. Вот я выстоял тут, как я с отцом, пасы, как там раскулаченные. Мне пишут, я выстоял, день прошел. Я не знаю сколько. Наверное, человек пять написали. Мы слушали со слезами. Как вам Бог дал все это пережить? А я еще до школьного возраста. Я все это написал, как было. Отец, как раскулачивали. Как погибали люди. И теперь я прихожу там, где это дома их были. Там где-то заимки. Я сижу и качаю головой. Там написано. Ну, кто-то слышал, наверное. Я многим рассылал. Бог сделает это. Вот сейчас готовят. Да? Я прошу сейчас. Кто хотел бы помочь, я скину. Одну проповедь. Уже человек, наверное, пять. По одному скинули готовые. Но я не проверяю, когда накопится дальше. Я сейчас должен был их найти. Посмотреть не ошибиться. После 10-го года, которое... Ну, и примерно получается... Если это сколько сегодня у нас? 10-го? 13? Ну, и умножь... Да 13 нет. Хотя бы взять 10. 56 проповедей за год. Умножь на 10. 560. Да еще 2 года. Это кроме тех, которые... 3300, там, это проще. 3100. Которые там сохранились. Вот все везде. Гигантизм, гигантизм. Стихи, книги. Вот сейчас, которые готовимся издать. Проповеди во свете Святой Библии. 5 томов. Примерно по 1300 страниц будет. Это какая цена там? Вообще не вместишься. Но по-другому никак. Я даже из других стран получаю свидетельство. Когда трудность какая. Она говорит, у меня, говорит, голова болела, что-то там где-то. Я, говорит, стал слушать вас из стихи и считать. Говорит, у меня голова перестала болеть. Вот еще, прям не знаю. Мы в доме Мулы были. В Азербайджане, Баку. И когда приехали, ее Самира звать, она собралась в больницу, эти зуб, говорит, прямо выламывают. Только встретились, помолились вместе. У нее зуб перестал болеть. А она все заметит. Отец Игнатий, ну как это так? Зуб-то перестал болеть. Не знаю, Мастер Самира, не знаю. Я на многие вопросы не знаю отвечать еще. Богу угодно. Вот так, что я не понимаю в деньгах совершенно ничего. Сейчас бы, допустим, у меня комната вот здесь вот наполнилась, а там доллары, евро. А мне разницы никакой нету. Нету. Я как за столом был, так и здесь. Лишнего ничего не возьму. Никогда. С ребятами жили, я, конечно, их обижал. Потому что они купят сливки, творог, угощают. За столом задним сидим. Я говорю, у меня денег нет. Денег нет, я обойдусь без этого-то. Но они где-то что-то так стараются там подлить, сделать. Вот такое дело, брат. Оказывается, заплаты, заплаты, говорят, а под каждой заплатой миллион зашитый. Как у Виктории Гюго написано. Вот так. Но это уже до смеху. Телефон, Игнат Тихонович, телефон. О, вот видишь как. Не, все, уже нету. Нету. А телефон он, я его сейчас подключу. Уже заряжать надо. У меня телефон вот какой. Это мне купила сестра Елена Александровна. И не говорит, сколько стоит. Я говорю, 200 стоит. Наверное. Ну, только покупала где-то списано. 250, наверное. Ну, спрячется от меня. А у меня, который был, он, не знаю, перестал работать, и мне снова купили вот такое. За год ни одного звонка никому не делал. Кому надо, позвонят. И только не назовется, то ему отвечать не буду. Вот такие правила. На меня нападки. За одну ночь только 72 звонка с разных сторон с угрозами. А я живой. У вас сегодня, Игнат Тихонович, 64 звонка за ночь. Ну, что сделаешь? Вот она убирала где-то за ночь. Я, главное, нажму, я могу слушать. Ну, это не даю знать, чтобы знали. И они тут скакают скверно. Там ребятишки верещат. Только лягут спать, они один за другим звонки. Переморщимся. У людей хуже бывает. А это все терпимо. И я за них молюсь. А они там звонят. Ну, по неволе я взял. На молитву встать. То есть я вижу в этом не ущерб. Вот сестра пришла, сняла. Но я совершенно никакой. А занимался в фотошопе, там по интернету. Все изучал, компьютер. И пришли двое, муж у нее там на производстве работает, программистом хороший. И говорит, вот вы взяли все, все сами делаете. Вас не будет кто, мы что. У-у-у, я как обрадовался. Все. И больше я не прикоснулся. И поэтому я ничего не знаю. А уже писал, там работал в интернете. Составлять сейчас ничего нет. Все выветрено. У меня особый талант есть забывать. Когда я обратился к Богу, а у меня там ужас, что я, как говорят, душа общества. Там анекдоты все. Горе-то какое. Я тогда помолился, встал, ничего нет. Люди верят, что Бог дал, в это верят. А что отнял, по молитве, не верят. Григорий Ницкий, это брат Василий Великой, он говорил, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Так, минутку. Чужие звонят кто-то. Все, это чужие. Опять все бомбят меня. Так что помолитесь, чтобы я не стал там плохо говорить о них. Помоги Господь. Слава Иисусу. Опять. Я так раз и хлопну, он уже все, следующее. Я сейчас только ходил. Утром-то не ходил на гимнастику, а сейчас пошел. А где? Куда идти-то далеко? До ночи? А я по крысу. В один конец иду 10 шагов. Ну, не полными шагами. Обратно 10. Сколько будет? 20. А сколько я сделал? Сейчас скажу. 267. Умножить на 20. Сколько будет? Кто-нибудь, посчитайте. 267 вечером сейчас. Наказал Володю тут. Меня позови, как тут время будет подходить. 267 умножить на 20. Сколько шагов я сделал сейчас вечером на улице? 5340. Вот так. Так я еще не добрал. Надо 350 было. Сотню не добрал, потому что в день воскресный. А так я 200 делаю поворотов. Туда 200. Обратно утром. Днем 50. Туда 50. Обратно. И вечером 100. Туда 100. Обратно. И у меня легче колени стали. Я хожу. Вот даже покажу, как я хожу. Вот смотри. Вот. Ну. Где видно, что я больной или что-то? Я не больной. Это истерлися детали в машине. Подшипники нужны. Ну. Что, видно что ли? Без костылей я хожу. А сейчас две палки взяли. Шведская. Уж палки-то могли сами изобрести. Изобрести. Нет. Вот как. Я принимаю. Как бы меня не обозвали, я принимаю. Но не принимаю, когда говорят старик. Терпеть не могу. Какой я старик-то? Чего попало, говорят. Я работаю с литературой. Теперь выбираю, где... Вообще говорить не надо. Не старик. Я умрю молодым. Ну ладно. А то поплывем по озеру. Давайте. Вопросы? Игнатий Комальевич, вот вы говорили, что...